Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, вот и закончился март. Сегодня будем подводить его итоги. Как обычно, полистаем любопытные новости, посмотрим на российские, на американские рынки, посмотрим на стоимость нефти и золота, разберем лучшую российскую компанию сегодняшнего дня. Ну и, конечно, покопаемся в четырех моих портфелях. Напомню, что инвестирую через брокера Открытия, там у меня российские активы. У меня есть два брокерских счета в Тинькофф на ИС Американские акции, на обычном брокерском счете валютные фонды. И также есть криптокошелек на бирже Binance, там у меня 10 криптовалют. Ну и, как мы видим, по итогам марта у меня плюс 21,5 тысяча пассивного дохода. У меня также было пополнение на 9 тысяч рублей, но эту сумму я сюда не включаю. Мой портфель по-прежнему все ближе и ближе к миллиону, но никак пока эту отметку не достигну. Но все-таки надеюсь, что в апреле это событие произойдет. Ну и перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное. Погнали. Состоялась телефонная конференция между главами Франции, России и Германии Макроном, Путиным и Меркель. Они обсуждали различные вопросы, но это сейчас широко в прессе освещается. Затронули тему коронавируса, разумеется, тему Украины, Донбасса, ну и также коснулись вопросов Навального. Есть мнение, что Путин большой авторитет для Европы и его мнение действительно имеет большой вес. Поэтому в этих переговорах, я думаю, наш лидер чувствовал себя довольно комфортно. Ну а каким решением пришли, пока конкретно не сообщается. Подождем, посмотрим. Трэш какой-то вчера весь день творился в мытищах. 10 часов неизвестный, ну точнее известной личностью его установлена. Человек из своего личного дома, который больше напоминает замок, вел стрельбу по силовикам, по прохожим. Выбросил более 20 гранат, никак не могли его обезвредить. В итоге дом просто расстреляли с гранатомета и он погиб. Показалось, что это 61-летний мужчина. Он возглавлял несколько ЧОПов в свое время. Ну и к нему пришли с какой-то проверкой очередной. Ну и либо у человека не выдержали нервы, либо что-то еще с ним произошло. Либо действительно часть его оружия была незаконна. Пока тоже конкретики никакой не появляется. Ну вообще история просто фантастическая. Больше напоминает какой-то фильм. Я даже придумал какой. Мне это все напомнило. Помните, как в «Брате 2» лысый герой Виктора Сухорукова в конце отстреливался от полиции и говорил, что «Я остаюсь! Я остаюсь!» Олег Тиньков сообщил, что у него появился прогресс в борьбе с лейкемией и обнадежил тех, кому небезразличны его состояния. По словам предпринимателя, у него прижился донорский костный мозг, а также поменялась группа крови. Однако пока продолжается аутоиммунная болезнь, ее лечат переливанием крови, и эффект будет через год, уточнил Тиньков. По его словам, основной удар болезни приходится на кожу, рот и глаза. Бизнесмен ежедневно пьет по 20 таблеток, каждые две недели ему делают полное переливание крови. Как пояснил Тиньков, это новый метод борьбы с реакцией, трансплантат против хозяина. При нем с помощью ультрафиолета убиваются клетки, которые воспринимают организм как врага и атакуют его. Вы знаете, я помню, лежал в больнице, и приходил туда дедушка, но его приводили сыновья на процедуры определенные. И вот он рассказывал, что диализ ему делают, то есть проблемы у него с внутренними органами. Ну и вот он рассказывал, говорит, я каждый день плачу, я каждый день молюсь, я боюсь, но все равно я хочу жить. И я каждый день, по сути, страдаю, перенося это лечение, но все равно тяга к жизни во мне настолько велика, что я все равно каждый новый день встречаю с радостью. Наверное, это на самом деле так, когда человек оказывается в такой ситуации, здесь уже включаются какие-то внутренние резервы. Друзья, здоровья Олегу Тинькову и всем нам. Ну и сборная России вчера неожиданно оступилась, огорчила прямо перед сном. Продули очень посредственной команде Словакии. Ну хотя как посредственной, наша команда тоже весьма посредственная на фоне всех противников в своей группе. Теперь мы упустили единоличное лидерство, делим первое место с Хорватии. У нас по 6 очков. Напомню, что речь идет об отборе к чемпионату мира 2022 года. Давайте смотреть, что на рынках. Друзья, записываюсь днем, поэтому картина на рынке в тот момент, когда вы смотрите это видео, может значительно поменяться. Но дело в том, что сейчас я нахожусь в дороге, когда вы это видео видите. Ну и записаться вечером технической возможности у меня не будет. Индекс РТС плюс 0,38%. Индекс Мосбиржи в небольшой коррекции на 0,07%. Золото слегка подрастает, плюс 0,1%, но все равно котировка ниже 1700. Тройская унция торгуется по 1686 долларов. В плюсе бренд, плюс 0,9, 64 доллара, 75 центов за баррель. За юрл сдают 62 доллара 54 цента, плюс 1,12%. Ну удивительно, что российские рынки, тем не менее, пока частично в красных графиках, но надеюсь, что ситуация в течение дня поменяется. Так же, как я пытаюсь перескочить через миллион по своим активам, биткоин второй раз штурмует 60 тысяч. Сейчас монета стоит 59 676 долларов и за день плюс 1,62%. Извиняюсь, немножко подвисли. Сейчас картиночка обязательно вернется. По индексу Московской биржи бумага Теньков плюс 4%. На втором месте пик плюс 3,6%. Пик, вот по моим наблюдениям, уже не первый день оказывается вот в этой пятерке лучших бумаг. Я думаю, за месяц. Сейчас мы глянем, пик там тоже будет. НЛМК плюс 3%, Северсталь плюс 2,9% и ВТБ плюс 2,7%. Аутсайдер и Лукоил минус 1,4%. АФК-система минус 1,8%. И золотодобывающая компания. Ну, в смысле, что компания компаний. Петропавловск минус 2,5%, Полюметал минус 2,5% и Полюс минус 2,8%. К сожалению, золото все ниже и ниже. Особенно, к сожалению, тех, у кого в портфеле эти бумаги есть. А у меня они есть. Русал, лучшая акция месяца, плюс 19,7%. На втором месте Теньков плюс 16,9%. Новотек плюс 13,9%. Да, действительно, здесь есть пик плюс 12,5%. Но почему-то мне визуально казалось, что будет даже больше. И замыкает пятерку ТАТ нефть, плюс 11,3%. Аутсайдеры месяца. Петропавловск минус 7,4%. Полюс минус 7,5%. Россети минус 8,3%. Озон минус 12,7%. И бумаги Mail минус 13%. Я, кстати, выкладывал утром видео о том, что Сбербанк планирует разрывать отношения с Mail. Ну, пока информация не подтвержденная. Но дыма без огня не бывает. Кому интересно, посмотрите. На моем канале это видео найдете. Ну и вот у нас лучшие акции по всему торговому дню. Опять же, на момент, когда я делаю видео. И на первом месте интересная бумага. Я делал про нее видос, когда они выходили только на IPO. Это Светофор Групп плюс 7,31%. Отличный повод сегодня посмотреть, как бумага себя чувствует после выхода на рынок. ТАТ Телеком плюс 7 и МРСК Сибири плюс 5,3%. В лидерах Комкас, Нифас, Якутская Энерго, Магадан Энерго, Меридиан, аптечная сеть 36,6%. И ПАЗ. Ну, давайте сегодня посмотрим на Светофор. Вот его ТАТ Телеком уже сместил. Но все равно давайте лучше глянем на Светофор. За месяц минус 22, за год и за три года данных пока нет. Ну, просто потому, что такая дистанция еще не наработана по данной бумаге. Появится она, разумеется, позже. Светофор Группау, тикер SVET. Это, друзья, не дешевые магазины с сомнительными продуктами. Это автошкола. Это компания, которая оказывает услуги по обучению водителей. 86 рублей 50 копеек стоит одна акция. И сегодня прибавляет 5 рублей 43 копеек. Ну, по цифрам какой-то конкретики пока не видно. Давайте поищем теханализ. Видите, технический анализ краткосрочно активно продавать. На месяц теханализ нейтрален. Скользящие средние 6 против 6. Технические 5 к 0 за покупку. Ну, однозначного решения по графикам о том, что бумага пойдет вверх, видимо, нет. В Тинькофф даже нет такой бумаги. Давайте посмотрим на графики в брокере открытия. Вот, пожалуйста, за 7 дней. Красный коррекционный график. То же самое у нас за неделю. Так, и полугодовой график. Ну, припоминаем, что бумага появилась на бирже. Вот здесь у нас данные с 10 марта. Могу ошибаться, по-моему, это было несколько пораньше. Хотя, может быть, и нет. Но, так или иначе, компания в коррекции. Так что, друзья, опять же, повторю мысль, которую уже высказывал. IPO это не всегда гарантия доходности. Особенно в России. И все сказки о том, что IPO это гарантированный там 100-200 процентов. В легкую. Можно прям не думая вкладывать в любое IPO. Нет, друзья, это не канает. Один раз вам стоит обжечься на бумаге. Ну, собственно, как в игре на ставках, например, на спорт. И одна неверная ставка тут же обрушит весь ваш профит, который до этого был заработан. Короче, к IPO надо тоже подходить с умом. Так же, как и вообще к любым действиям на фондовом рынке. Никаких деталей, ничего нет. Пока это, видите, акция призрак. Никакой информации по ней подробный брокер открытия не предлагает. Ну, и вы видите, стакан вообще очень пустой. На продаже всего лишь одна лишь единственная бумага. Короче, ликвидность пока никудышняя у этой компании. Ну, может быть, еще не вечер, конечно. Может быть, она разгонится. Так что будьте аккуратны. Мне кажется, пока лучше обходить ее стороной. Во всяком случае, непонятно, чего от нее ожидать. Давайте посмотрим, что у меня. Начинаем с российского портфеля в брокере открытия. Здесь сегодня около нуля. Небольшой минус 0,04. 609 тысяч в портфеле. Финансовый результат за 7 дней. Плюс 4,100. Плюс 0,68. За месяц. Плюс 0,34%. И плюс 2 тысячи рублей. Получается, что всю основную доходность в марте мне дали американские бумаги. Ну, и немножечко еще криптовалюты. Тоже добавили. За год доходность плюс 37,87. Плюс 197 тысяч рублей. В рамках дня лучшая акция. У меня это Норникель плюс 0,37. Затем FXRL. ИТФ на российские бумаги плюс 0,35. И Префалин Энерго плюс 0,33. Странно, но в плюсе и полюс, и полиметалл. Немножко подрастают. Преф и Сбера. МТС. Детский мир. Сбербанк. FXIT. Русал. АФК. Система. И Мосбиржа. Остальное все падает. Евро стоит 88,69. Опять валюта пошла вниз. Рубль укрепляется. К евро на 0,45. К доллару на 0,54. Ну, и худшие мои бумаги. Это FXWO. ОГК-2. И китайская ETF. Минус 1%. У Киры видел видео. Там что-то почему падает китайский рынок. Пока еще не смотрел. Но думаю, надо глянуть, чтобы вообще понять, что на самом деле происходит. Потому что китайская ETF прилично огорчает. Последнее время я ее недавно добавлял. Ну и получилось, что купил ее как раз в преддверии вот этой просадки. Получается, что не угадал. Ну и всего по всему моему портфелю. Лучшая акция неизменная. АФК-система плюс 130. На втором месте Яндекс плюс 56. На третьем Мосбиржа плюс 45,9. Дальше у меня Детский мир плюс 42. Полюс 24. Русал. Смотрите, как газанул уже плюс 21% мне приносит. За месяц, наверное. Я его месяц назад покупал. Сбербанк Префы плюс 21,5. Норникель 19. Сбербанк 17. Полиметалл 16. Ленэнерго 15. FXW 13. УГК 2.10. А вот МТС странно. Все прогнозировали, что бумага начнет расти. Но расти не хочет. И по ней минус 2,69. Что касается ETF. Американские акции плюс 43. FXIT плюс 3.35. Российские бумаги плюс процент. А вот китайские минус 5. Неприятно. Но сумма у меня в них не сильно уж большая. Так что страшного ничего нет. Ну и тут еще затесалась депозитарка Росагра. По ней примерно плюс 3%. В общем, все в целом неплохо. Давайте посмотрим, что в Америке. Начинаем с ИИС в брокере Тиньков. Здесь 178 тысяч. И бумаги растут на 0,35%. Сегодня плюс 627 рублей. За все время плюс 25%. Плюс 35 тысяч. И по второму счету по фондовому плюс 0,25 плюс 477 рублей. И 192 тысячи в портфеле. Всего по фондам плюс 5,45 плюс 9941 рубль. Красота. Ну а вот, друзья, мой самый веселый кошелек. Это криптокошелек на бирже Binance. Здесь сейчас 10619 рублей. Исключительно экспериментально. В 10 разных монетах. Что это за монеты я вам уже показывал. Скоро выложу прям отдельное видео. Как я их покупал. Как я их выбирал. Ну и видите, доходность за 30 дней. Плюс 50%. Вот вам и крипторынок. Мне Дима Иштуганов, по-моему, мой зритель, вчера писал, что на криптовалютах нельзя зарабатывать в долгу. Это не работает. А я вот хочу этот факт проверить. И, надеюсь, опровергнуть. Буду действовать именно как долгосрочный инвестор. Если какая-то бумага будет, ну, прямо уж совсем невероятно вырастать там на 100 и более процентов. Я ее буду немножко фиксировать. Ну, а в остальном стараюсь тут ничего не менять. Друзья, продолжайте, следите за моим каналом. Этот эксперимент интересен и мне тоже. Ну что, в целом все довольно круто получилось. В этом марте более 21 тысячи я заработал. Ничего, по сути, для этого не делал. Это называется пассивный доход. Если вы ничего не поняли из вышеизложенного, подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учиться инвестировать вместе с вами. Надеюсь, у вас результаты не хуже. Хорошего дня. Ну и поставьте лайк за видос, если не трудно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok